В зал суда обвиняемый входит бодрым шагом, вероятно надеясь на прощение. Едва заметив видеокамеру, обвиняемый в педофилии прячет лицо. 29-летний Батербек состоял в гражданском браке с молодой женщиной. У супруги на тот момент уже было двое детей от первого брака. Вместе с Батербеком они успели нажить еще двоих. Он нигде не работал, выпивал, вел антиобщественный образ жизни. В то время как его гражданская супруга, то есть мать потерпевшей, целыми днями находилась на базаре. И в суде она сказала, что просто физически не успевает быть с детьми. Поэтому она все это время не знала, что происходит у них днем, когда она бывает на базаре. Следить за детьми вызвался глава большого семейства. Особенно усердно он стал оберегать подчередцу. Только спустя время мать узнала горькую правду. Добрый папаша Батербек в январе этого года совершил насильственные действия сексуального характера со старшей пальчерицей. Девочке на тот момент едва исполнилось 10 лет. На этом Батербек не успокоился и вновь повторил свои гнусные деяния. Не выдержав издевательств, девочка обо всем рассказала матери. Та сразу позвонила в полицию. В это время Умаров, который все это слышал, убежал из дома и в порядке 10 дней не возвращался домой. Его все искали. Но по истечении того срока Умаров пришел домой, чтобы попросить прощения, но в это время был задержан сотрудниками полиции. В результате суд посчитал вину подсудимого полностью доказанной. Признать виновным по статье 121 части 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет событием наказания в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.